Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на финансовые рынки и анализируем с точки зрения фундамента прошлую торговую сессию. Сегодня мы уже пойдем по нашей опроторенной дороге. Начнем традиционно с динамики черного золота и того, что же у нас сейчас по ценам показывает бренд. С припойнтым настроением я поднимаю, собственно, бочку барреля компании Amarkets. Накачали мы предложение достаточно, чтобы оказать ценовое давление на этот актив. Поэтому мы к лосс констатируем вчерашние торговые сессии на отметке 46.94. Сейчас актив торгуется на уровне 46.84. И я думаю, что есть основания по-прежнему делать ставку на то, чтобы этот актив постепенно продолжил. Такое монотонное, но очень приятное для медведей сползание в район 45 долларов за 1 баррель. Говорить про фундаментальный фон можно по-прежнему очень много. Но в целом, если отметить те самые факторы, которые выступали причиной коррекции и стали тем самым фундаментом, который опустил бренд с отметки примерно 53 доллара за баррель до текущего значения в 47 долларов за баррель. Это, конечно же, все-таки осознание того, что рынок нефти, который, как и любой рынок, представляет собой противостояние двух ключевых экономических категорий, это спрос и предложение, по-прежнему сигнализирует о том, что предложение, то есть количество нефти очень много, аппетитов при всех существующих в рамках мировой экономики все равно недостаточно, чтобы употреблять такое значительное предложение. А вот что касается спроса после Брекзита, у нас и до этого были не самые радужные перспективы по поводу роста мировой экономики. Но после Брекзита мы с вами говорим о том, что еврозона может потерять больше 1%. Разумеется, учитывая вклад еврозоны в общие темпы мировой экономического восстановления, можно отметить то, что и мировая экономика будет вынуждена снова буксовать, опять же, дисконтируя подобные политико-экономические риски. Это непременно скажется, соответственно, им на спросе. Ключевой фактор сейчас, который обсуждается в новостной среде, это неудачный переворот в Турции. Если разобраться с тем, мог бы этот фактор повлиять на динамику нефти, конечно же, мог, учитывая роль Турции в энергетическом мировом рынке. И если бы, даже не если бы, а в принципе, может быть, при условии отсутствия, опять же, на рынке понимания того, что нефти очень много, то есть избыток это очевидный фактор давления, скорее всего, трейдеры бы предпочли сделать ставку на Турцию и заложить в основу восстановительного движения нефти вероятностные возможные перебои поставок энергоресурсов из ключевых портов Турции. Но мы понимаем то, что уже постфактум ситуация-то случилась и восстановление серьезного ралли, ну, локальный интерес, может быть, и был, но он не перерос в нечто большее. То есть Турция практически никак не повлияла на динамику нефти. Этот новостной фон остался незамеченным. Это хороший знак, который указывает на то, что рынок заряжен более системным риском, именно тем, о чем мы с вами уже говорили. И в случае, если это действительно так, у нас, в принципе, нету никаких ньюсмейкеров, которые сейчас могут появиться на рынке и стать причиной резкого восстановительного ралли. Поэтому мы даже не будем рассматривать возможность такого сценария, если бренд снижается, может быть, не так динамично, как бы нам хотелось, но все равно это позитивный тренд, который мы с вами констатируем, и, соответственно, идем вместе с этим активом в район 45 долларов за баррель. Сегодня в 23.30 по московскому времени выйдет отчет по ОПИ, по запасам нефти США, но практика последних релизов показывает то, что трейдеры уже не обращают внимания на эти данные. Может быть, также причина понимания, что сезонный спрос на топливо, он, разумеется, будет приводить к сокращению производства, к сокращению запасов. И мы видим то, что запасы хоть и снижаются, в частности, прошлая официальная оценка, но рынок не нашел в этом серьезного повода для роста. Я надеюсь то, что и эта неделя также не будет исключением, поэтому мы планомерно будем следить за развитием событий в Турции, будем постепенно ждать новую статистику по объему производства и предложения со стороны ОПЕК. Нас интересует, как и всегда, Иран и Саудовская Аравия, поскольку именно они, собственно, создают весь тренд производства. Будем поглядывать на то, насколько динамично восстанавливаются объемы добычи в Нигерии, что происходит в Ливии, но даже все эти регионы сейчас в складчину, они больше создают угрозу для дополнительного предложения, а значит, собственно, поддерживают нашу идею, связанную с ослаблением бренда. Поэтому давайте смотреть за новостным фоном, ждать пятницы, когда у нас очередной отчет Бейкер-Хаджеса, где уверен, мы снова увидим прирост количества платформ уже седьмую неделю подряд. И в случае, если это случится, тогда снова разговоры о том, что количество нефти будет увеличиваться и со стороны США, станут причиной, может быть, я надеюсь, того, чтобы бренд не просто приблизился к 45 долларов за баррель, а пошел и еще ниже. Мы долго ждали эту коррекцию, уважаемые трейдеры, наконец-таки дождались. Поэтому давайте смотреть за развитием ситуации, визуализировать и толкать собственными усилиями бренд гораздо ниже текущих значений. Курс российской валюты против доллара 62.86. Ну, никак сейчас рубль не хочет вернуться в реальность и осознать свою коррекционную связь с динамикой черного золота. Я уж было перерыв, действительно, рынок новостных сводок. И, честно говоря, сейчас могу предположить, что локальное укрепление рубля уже связано с ожиданием парламентских выборов, которые состоятся в сентябре. И чтобы не провоцировать сейчас ненужные социальные настроения в рамках российской экономики, конечно же, сейчас монетарные власти ЦБ делают все возможное, чтобы не допустить резкой девальвации курса российской валюты. Но мы понимаем то, что выборы минуют. Осталось ждать совсем немного. Если кто-то делает ставку на налоговый период, возможно, это также локальная поддержка, поскольку налоговый период у нас стартанул в пятницу. Основные платежи будут уйти чуть позже. Может быть, кто-то делает ставку еще и на геополитические факторы. В частности, то, что сейчас ситуация с Турцией, неудачный политический переворот стал причиной повышенного спроса на российские активы. Ну, между прочим, здесь логика тоже очень понятная и простая, поскольку Турция и Россия, они традиционно соперничали, конкурировали друг с другом за портфельных инвесторов. И поскольку сейчас случилось в Турции то, что случилось, разумеется, факторы неопределенности заставляют трейдеров забирать эти активы и парковать их в других регионах с таким же высоким уровнем доходности. В российской экономике сейчас более-менее стабильные отношения и устойчивые связи с Западом. Ну, и многие называют российский рынок крайне перепроданным. И в ожидании, опять же, восстановительной динамики на рынке энергоресурсов есть основания полагать, что дальше российская фонда будет чувствовать себя только лучше. Поэтому сейчас очень многие заходят, собственно, капиталами в расположение российских ФЗ, российских активов и делают ставку на будущий рост российского фондового рынка. Рубль от этого также выигрывает. Но продлится ли это долго, я думаю, что вряд ли, поскольку чем ниже сейчас будет уходить бренд, и при отсутствии корректировки курса со стороны Центрального банка дефицит бюджета будет только увеличиваться. Он сейчас уже составляет больше полутора триллионов рублей. Если расхождение, скажем, не обеспечит рублевое поступление за баррель нефти достаточным уровнем ликвидности, значит, либо ситуация с макроэкономическими показателями будет резко ухудшаться. Это чревато буквально истощением российских запасников. Ну, об этом даже не будем говорить, поскольку это единственное, что сейчас позволяет существовать российской экономике, то, что средства расходуются. И рано или поздно даже в рамках Центрального банка возникнет понимание того, что нужно принимать решение. Не хочется сейчас о плохом сценарии, который может предполагать решительность, связанную снова с коррекцией процентных ставок. Вы понимаете, что если российская экономика в ближайшее время столкнется снова с резкой революцией рубля, то рубль через слабость будет разгонять показатели инфляции, и Центральный банк тогда уже воздержится даже от шагов по снижению процентных ставок. Я буду думать о том, как бы ее повысить, чтобы остановить прессинг на курс российской валюты. Такой сценарий еще действительно присутствует, потому что мы видим, что творится на рынке энергоресурсов, понимаем то, что потенциал роста куда ограничен, а вот что касается слабости, есть по-прежнему предположение, что рынок может вернуться ниже 40 долларов за баррель. Поэтому не стоит обольщаться и верить в то, что рубль настолько сейчас крепкая и надежная валюта, что уже не реагирует на нефть. Это, может быть, для кого-то станет самым серьезным заблуждением, потому что это не так. Не забывайте то, что российская экономика – это развивающаяся площадка, которая зависит от ценной энергоресурсы. И только этого должно быть достаточно, чтобы понимать, если рубль не сыпется вслед за слабой нефтью, значит, есть там внутренние причины, которые вряд ли будут на рынке присутствовать долго. Текущие котировки. Тогда, когда я начал активно вас призывать, чтобы вы занимали длинные позиции, у нас были 65 и 66. Текущие уровни еще более привлекательные для того, чтобы поставить на долгосрочную покупку, соответственно, валюты против рубля, ну, в частности, доллар-румбль, с возможностью ухода и закрепления выше 68. Давайте пока от этих целей не отказываться. Дальше идем. Европейская валюта против доллара 1.10.71. Видим то, что евро по причине отсутствия интересных, значимых макроэкономических событий в понедельник, ну, обычно у нас понедельник день спокойный, продолжила консолидироваться недалеко от отметки 1.10.50. Рядом с этим рубежом пара находится очень длительный период времени. Ясно, что сейчас главный валютный риск нуждается в дополнительном триггере-катризаторе, который должен указать, выступить маяком, собственно, для того, чтобы притянуть евро против американца, да и против других конкурентов. Я все-таки предлагаю вам не отказываться от идеи того, что с большой долей вероятности пойдет именно поддержка 1.10, нежели сопротивление 1.12. Тем более, что сейчас у нас есть на повестке этой недели тот самый новостной фактор, который позволяет говорить о том, что евро вот-вот придет в серьезное движение. Вы помните то, что в четверг будут пересмотрены ключевые параметры денежно-кредитной политики, и ЦБ – это ставка по депозитам и ставка рефинансирования. Я возлагаю большие надежды на них. Но вероятность, что они снизятся и будут отличаться от значения прошлого месяца, ну, наверное, в районе нуля. Все-таки это действительно практически нереально. Если уж Банк Англии решил сейчас не торопиться, то ЕЦБ точно будет ждать. Но у нас есть запасной вариант. Это пресс-конференция, которая состоится следом за публикациями этих ставок. Выступает будет Марио Драги, и ему придется пролить свет на дальнейшие планы по экономической политике. Дальнейшие планы, разумеется, подразумевают новые меры экономического стимулирования. Поэтому любой комментарий по этому поводу, мягкая риторика, будет расценена как такой же тревожный знак для европейской валюты и может стать причиной распродаж. Вот как раз на этот сценарий я и делаю сейчас большую ставку, поскольку совершенно очевидно, что если даже Драги в ходе своего выступления избежит подобных формулировок, то каверзные вопросы со стороны интересующихся последуют, и ему придется на них отвечать. Так же прямо, собственно, как и они будут заданы. Уверен в том, что Драги в очередной раз подтвердит, прям железобетонная, извечная формулировка, то, что ЕЦБ остается гибким, адаптивным, есть достаточные инструменты, чтобы вмешиваться в ситуацию, и при необходимости они будут приняты. Думаю, что даже фраза в таком ключе окажет соответствующее давление на евро. Из отчетов сегодняшней торговой сессии предлагаю обратить внимание на индексы настроения ЗЮ, оценка текущих условий, бизнес-оптимизма Германии и еврозоны в целом. В основу бизнес-оптимизма промышленников, безусловно, закладывается состояние промышленного сектора. Не забывайте, что на прошлой неделе мы с вами говорили о слабости промышленной зоны Германии и еврозоны. Исходя из этого, разве есть у нас основания полагать, что промышленники при сокращении показателей сектора будут с оптимизмом смотреть в будущее, особенно на фоне Брезита. Я думаю, что будет парадоксально, если мы сегодня увидим хорошие показатели по этим индикаторам. Я думаю, что, скорее всего, они будут плохими. И у евро, буквально сегодня в 12.00 по московскому времени, появится еще один статический фактор давления, собственно, на свои личные ценовые позиции. В общем, ждем поддержку 1.10. Я надеюсь, что до конца этой недели мы доберемся до этого уровня, а в идеале бы оказаться еще ниже. Фунт против американца. Сейчас котируется на отметке 1.32.23. Фунт также не может пробраться наверх, потому что понимает, что он является аутсайдером. Но и боится сейчас резко снижаться, поскольку нет еще четкой конкретики по поводу того, не передумает ли Банк Англии изменять денежно-кредитный курс от 4 августа. Я думаю, что не передумает. То, что мы не дождались решения на прошлой неделе, это ничего не значит, потому что мы получили доказательства того, что Банк Англии проявит решительность вот на следующем заседании. И это может быть снижение процентной ставки примерно как минимум на 0,25%. И может быть, Банк Англии даже не откажет себя в удовольствии анонсировать и программу количественного смягчения. Если это случится, тогда давление на фунт будет еще более выраженным. Соответственно, я предлагаю не отказываться от идеи того, что Банк Англии все-таки не избежит подобных решений, учитывая то, что Банк Англии уже снижал нормативы резервирования для коммерческих банков и понимать, что без этой поддержки не обойтись, поскольку только сверхагрессивная стимулирующая политика сейчас будет снижать давление на показатели экономического роста, будет держать в узде индекс потребительских цен и, соответственно, противостоять угрозам выхода из состава Европейского Союза. Вчера, собственно, давление на фунт было оказано еще комментариями представителя Банка Англии Вилла, который не обрадовал, собственно, англичан, отметив то, что им в ближайшие два квартала придется столкнуться с резким сокращением заработных плат. То, что рынок недвижимости просядет примерно процентов на 30, топ жилье элитное, потеряет стоимости больше 50%, это окажет серьезное давление вообще на рынок недвижимости Лондона, да и в целом всей Англии. Мы видим то, что капитал уже бешеными объемами покидает расположение Англии, это оказывает еще больше давления на британца, и этот тренд будет продолжен. Вилл отметил то, что в Brexit самое страшное, что могло случиться, и оно случилось. То, что под угрозой сейчас ОВП, который лишится больше 1%. И вот, что мне понравилось, он проронил, наверное, невольно, слово о том, что второй раунд количественного смягчения будет эффективным. То есть, такое ощущение, что лично у него уже нет сомнений в том, что программа количественного смягчения будет запущена. Здесь вывод простой. Скорее всего, Банк Англии действительно уже обсуждает такой способ экономической поддержки, кулуарно у себя там. Но мы получили сигнал того, что этот шаг может быть задействован, который станет причиной еще более серьезного выраженного давления на фунта. Поэтому я предлагаю вам не отказываться от короткой сделки. Не забывайте то, что риски, как и ранее, будут значительные, связанные с тем, что и выпад может быть процент пунктов на 150-200 вверх. Но снижение, оно неизбежно. Поэтому ждем тестирования поддержки 1.30. Доллар японская иена. Здесь в целом все без изменений. Мы видим то, что доллар активно карабкается вверх против японца. Актуальные котировки 106.06. Сопротивление уже 106 практически пало. Уверен, что доллар пойдет еще выше. Поддержку американцу оказывает целый блок сильнейших отчетов, которые мы получили на прошлой неделе. По рунчным продажам, по индексу цен производителей, по инфляции, по заявкам на пособие, по безработице. Ждем не менее сильных отчетов и на этой неделе. Ждем дополнительных комментариев со стороны представителей ФРС о том, что повышение ставки все-таки произойдет до конца этого года. Ну и не забываем о том, что у нас есть еще и очень интересный фонд со стороны Японии. Тем более, что вчера ФИЧ весьма в пессимистичном ключе высказалась по поводу макроэкономической обстановки в Японии, отметив одни сплошные риски и угрозы для нее. И подчеркнув, сделав вывод о том, что без решения программы QE японское руководство уже не обойдется. Да мы знаем без ФИЧ то, что это произойдет. Тем более, что еще в прошлый понедельник Синза Абе ясно дал понять, что если его партия одержит победу, а она одержала победу на выборах, то программа количественного смельчения будет расширена на 10 триллионов иен в год. И произойдет это уже, может быть, даже в ходе заседания, которое состоится в конце этого месяца. Я все-таки делаю ставку на это, то, что вполне возможно. Значит, японская иена окажется под давлением, доллар от этого только выиграет. Ждем уверенность закрепления выше 106 и даже движения в район 108 иен против доллара. Сегодня интересных событий по американцу и по Японии нету, поэтому, скорее всего, мы будем наблюдать инерционное продолжение роста и движение пары в районе 106 и 5. Хочу также отметить еще и австралийскую валюту. Сегодня с утра этот актив уже отметился. Если вы посмотрите на котировки австралийца против доллара, там потери практически одной фигуры уже. Австралийц снижается, поскольку протоколы сегодня ясно указали на то, что Резервный банк Австралии допускает возможность снижения процентной ставки. Традиционно протоколы мы разбираем тезисно. Основные из них заключаются в том, что дорогой австралийц не нужен, он нарушает баланс в национальной финансовой системе. Соответственно, Резервный банк Австралии продолжит отслеживать показатели инфляции и прочие основные индикаторы о состоянии экономики, но прежде всего акцент на инфляцию. И если инокс потребительский цен снова сядется, тогда это будет явным сигналом и фактически ковровой дорожкой для того, чтобы Резервный банк Австралии снизил процентную ставку по итогам следующего заседания, которое у нас пройдет в августе. Между прочим, в августе может снизить процентную ставку еще и Резервный банк Новой Зеландии. Ну, что касается Новозеландца, посмотрите, также этот актив против доллара потерял за последние пять сессий уже около 300 пунктов. Сейчас активность снижается. Актуальные котировки 0,7028. Наша ближайшая цель 0,68. Доберемся до нее. И австралийца 0,7520, как я уже отметил, свалился с отметки 0,76. Я думаю, что вот тот самый долгожданный откат и коррекция, она как раз уже и реализуется в динамике этого актива. В общем, ждем, как и раньше, движение австралийца против доллара к уровню 0,70. USD-свиси у нас 0,9830 без изменений. USD-CAD на отметке 1,2982. То есть 1,30 уже, можно сказать, пройденный сценарий, поскольку мы добрались до этого значения. И впереди у нас 1,32. Из важных событий сегодняшней торговой сессии в 11.30 через полтора часа данные по инфляции Англии. Если индикаторы снижаются, значит, вероятность снижения ставки 4 августа будет более высокой. То есть давление ждем сегодня на фунт. Ну, в случае, конечно же, снижения этого индикатора. В 12 статистика по ЗЮ бизнес-оптимизму Германии и Еврозоне ждем слабую цифру и давление на ЕВР. В 23.30 замыкать торговую сессию будет отчет АПИ по запасам нефти. Даже если запасы снова резко сократятся, все равно реакция на нефть вряд ли будет выражена, поскольку выраженная реакция мы не видели уже две недели на этот отчет. Кодовое слово на сегодня – оптимизм. Величина бонуса, которая действует на пополнение до следующего брифинга – 16%. Советую воспользоваться этим предложением. Особенно тем, кто торгует, конечно же, сейчас фунтом с гиперизбыточной волатильностью. На этом все. Не забывайте, что вы можете оставлять ваши вопросы на форуме Амаркетс и на нашем акциальном канале на Ютубе. Помимо вопросов, нужно, безусловно, делать комментарии и ставить лайки. И не забывайте подписываться, собственно, на него. На этом все. Удачной торговой сессии. Традиционное напутствие попутного тренда. Контролируйте риски. Ну, с вами мы увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.